Главная задача курсов первой помощи – научить слушателей, какие действия нужно предпринимать в отношении пострадавшего до приезда медиков. С помощью настоящих примеров показывается, как важно не упустить драгоценное время. Здесь уже идет проверка на наличие сознания, дыхания. Три минуты. Еще ничего не случилось. Здесь решили, что реанимация уже началась. Курсы оказания первой помощи состоялись видом впервые, но теперь они будут проводиться на постоянной основе раз в две недели. В общественную палату поступало большое количество обращений от жителей нашего округа с просьбой организовать курсы первой помощи. И, соответственно, мы отреагировали на эти обращения и решили организовать эти курсы совместно с Всероссийским общественным движением «Волонтер-медики» при поддержке администрации Ленинского городского округа. Подобные курсы проходят во многих городах России. Главный наставник Артем Кострыкин представляет Всероссийскую общественную организацию «Волонтеры-медики» и имеет большой опыт в преподавании. В курс входят такие темы, как правовая основа оказания первой помощи, сердечно-легочная реанимация, инородное тело в дыхательных путях, то, что мы часто встречаем, подавился, еще что-то, и остановка кровотечения. Курс устроен следующим образом. 40% – это теоретическая часть, 60% – практическая. То есть после того, как преподаватель расскажет, что необходимо делать, участники сами смогут воспроизвести те или иные действия. Послушай, почувствуй и посмотри. Мы должны увидеть поднятие грудной клетки, почувствовать дыхание на щеке или услышать его. Иногда возникает необходимость продемонстрировать что-то на живом человеке, например, показать, как правильно переворачивать пострадавшего. В этом случае на помощь приходит второй инструктор. Вы почувствуете пальцами, что что-то не на месте. Либо кровь, либо что-то сместилось и так далее. Человек у нас устроен параллельно, поэтому удобно будет осматривать параллельно также руки и ноги. Многие участники признаются, что посещение подобных курсов – это осознанное желание получше разобраться в способах оказания первой помощи. Все это было давно и в школе, какие-то юит-отряды, в которых я участвовал. И хочется все это вспомнить, возобновить и уметь, потому что в жизни может случиться все, и эти знания всегда должны быть и, может быть, и пригодятся. Всего до конца года пройдет еще четыре занятия. Посетить их может любой житель округа. Для этого необходимо связаться с общественной палатой муниципалитета и заявить о своем желании. Максим Козлов, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ. Спасибо.